Продолжение следует... 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 Саватий встречается с Германом, и они на маленькой лодочке отправляются на Соловецкий остров, и приходят с западной стороны, из Кимии, как вы шли, но вы обходили Соловецкий остров с юга, а они с севера-запада в губу сосновую. И вот здесь, в двух километрах от берега, было основано первое монастырское поселение Саватьева. И в этом монастырском поселении, когда они жили, случилось такое чудо. Сейчас мы как-то немножко свернем, и я вам покажу икону. Однажды, когда преподобные Саватий и Герман молились около своей кельи, они услышали крики. И преподобный Саватий попросил Германа пойти посмотреть, что там происходит. И преподобный Герман, дойдя до горы, которая была недалеке от их кельи, и увидел женщину, лежащую на земле и плачущую. Вот здесь показано, вот они молятся кельи. Вот преподобный Герман пошел и увидел женщину, а вот женщина рассказывает, что с ней произошло. Я сейчас пронесу, вы посмотрите. Значит, что же произошло? Женщина это говорит, что я шла к своему мужу, и встретили меня два юноши. Зраком светлый, видом грозный, и стали сечь меня березовыми прутьями, приговаривая, уходите отсюда, мирские люди, остров сей предназначен к монашескому житию. И вот архимандрит этого монастыря Порфирий, который правил в прошлом веке, он в одной из своих проповедей говорит, что же заставило таких кромких существ, как ангелы, действовать таким необычным образом, бить женщину березовыми прутьями. Не иначе, как особый промысел об этом острове. Потому что мирские люди, когда узнали, что на острове поселились монахи, они послали одного из поморов с большой семьей сюда на остров, чтобы как бы закрепить этот остров за собой. И вот таким образом вот эта гора, на которой ангелы высекли женщину, прогоняя мирских людей с острова, она до сих пор называется Секирная. Да, Секирная гора, она находится недалеко от этого первого поселения. Вот Саватево, а вот эта Секирная гора, она через озеро, тут двух километров. И так прожили преподобные Саватий и Герман здесь шесть лет. И через шесть лет Саватий, почувствовав себя плохо, он решил отправиться на материн, причаститься к святых тайн. Преподобный Герман, дело было косней, он отправился за припасами, на материн, его здесь не было. И вот Саватий отправляется, представляете, уже пожилой человек, уже чувствует приближение конца, и вот он садится опять в эту парусную лодочку, и через три дня пути достигает вот того места, откуда он пришел сюда. Это устье реки Выги, там церк Тройская, в деревне Сорока. И вот там он встречает эрмонаха Нафанайла, ну, можно это пока вот свернуть, позже еще покажу. Он там встречает эрмонаха Нафанайла, который шел в соседнее село причастить одного из больных святых тайн. И Саватий уговаривает его вернуться и вначале причастить его, потому что чувствует, что времени у него уже нет. И эрмонах этот, хотя сначала просил его отче, давай до завтра оставим, но все-таки Господь ему внушает, и он вернулся, причастил его святых тайн. И вот еще один человек встретился послужить преподобному, новгородский купец Иоанн. Он отправлялся с товарами куда-то по морю, и встретив преподобного Саватия, получил от него благословение и наставление о том, как жить с нищелюбием, с милостынью и богоугодным. И вот потом он преподобный Саватий говорит, останься этому купцу, останься до завтра, и завтра продолжит свой путь благополучно. А купец торопился и говорит, нет, отче, я пойду сегодня по морю дальше. Однако разразился шторм, и пришлось ему остаться неволею, и этот купец всю ночь благодарил Бога за то, что преподобный Саватий его удержал, потому что в этом шторме и корабли были бы разбиты, и товары бы его погибли, и, может быть, самой бы жизни его угрожала опасность. И вот этот самый купец Иоанн, он наутро пошел к преподобному, чтобы спросить у него благословение на дальнейший путь и, значит, отправиться и поблагодарить преподобного за то, что он его удержал от опасного пути. И когда он постучался в келью, где был преподобный, ответа не получил. Вошел, увидел, что тот сидит в молитвенном таком положении, он тогда подошел, потрогал его за рукав и обратился отче, прости, что беспокоит тебя, но я только хочу получить благословение и благодарить тебя. И он почувствовал, что рука его уже холодна, то есть он предал Богу душу, а тело его, привыкшее к молитвенным подвигам, продолжало находиться сидеть и как бы молиться. И вот этот вот ермонах Нафанайл и Купец Иоанн, они, отпев по церковным учинам, похоронили преподобного Саватия вот там, в деревне Сорокой, на остыне. А Герман, когда представился преподобный Саватий ко Господу, он уже не решился один сюда возвращаться. И через год, в 1436 году, он встречает молодого инока Засиму. Он был родом из села Талвуй, недалеко от Онежского озера, и был пострижник Палеостровского монастыря. Тоже этот монастырь вблизи Онеги был. Но он, горя любовью к Богу и желая подвигов более строгих, он отправился на север. И вот встретив преподобного Германа и узнав о монастыре, о Соловецком, он отправляется сюда. Не о монастыре, а о острове Соловецком. Он отправляется сюда. И вот этот Засима, он и будет основателем монастыря. И вот преподобный Герман и преподобный Засима, они приходят уже в другое место, ближе к нынешнему монастырю. Вот монастырь вот здесь расположен, а их первые сели были на побережье. Здесь на карте написано «Келитовские сосны». Вот примерно в двух километрах в бухте «Благополучие». И там Господь являет дивное видение преподобному Засиме однажды, когда он вышел на берег помолиться, то он увидел над вот этим местом, где стоял монастырь, сияющее облако, сияющее светом непереносимым, и увидел храм, как бы спускающийся с небес. Сейчас я вам тоже покажу. Вот это верхняя иллюстрация. Преподобный Засима молится, и в противоположном углу он видит вот этот светящийся облак и храм. И вот тогда уже стали иноки собираться к ним, уже было несколько человек здесь, и решили они, что пора строить храм. И храм первый строился вот на этом месте. И как вы думаете, во имя чего? Вот, думая об этом невечернем свете, какой праздник больше всего связан со светом? Преображение. Григорий Фаворский «Нетварный свет». Вы помните, что примерно в то же время, это вот у нас 15 век, чуть раньше, были споры паломицкие о природе нетварного света. Был такой Григорий Палама. И обсуждали такие вопросы в Бизантии. Может ли человек видеть нетварный свет? Или он видит свет все-таки только такой физический? И вот Господь показывает, что может человек видеть нетварный свет. И вот с тех пор главный храм, как тогда был построен в честь Преображения, так и теперь монастырь называется Спас Преображенский. Главный собор монастыря тоже посвящен Преображению. А мы сейчас с вами пройдем храм. Я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, когда вы будете подниматься по лестнице, вот здесь, там на стене прямо висит такая небольшая репродукция Спас в силах с припадающими Зосимой и Саватием. Это раньше был храмовый образ Спас в Преображенском соборе. Сейчас это маленькая репродукция. Просто посмотрите на нее, потому что оригинал, вот он показывался в этом году на выставке Софии Преображения Божьей в Третьяковке. Видимо, где-то вот там он в Третьяковке в Зоопасниках и существует. Вы его, так сказать, больше нигде не увидите. Просто там неудобно говорить. Вот как мы сейчас поднимемся, там такая маленькая иконка Спаситель с припадающим Зосимой и Саватием. А дальше мы с вами там пройдем на паперть и посмотрите, значит, тогда, проходя, посмотрите икону. Эта икона показывает момент прибытия Саватия и Германа на остров. То есть первое, что делают монахи, когда прибывают в какое-то место и решают там остаться на жительство, они ставят крест. Вот это событие изображено там, на этой вот иконе. Вот, просто там тесновато, мы там с вами все не поместимся, поэтому просто пройдете, посмотрев на икону, пройдем сразу в раму. Садитесь, пожалуйста. И возвращается он сюда уже в губу. Когда совершает первую божественную деятельность в преображительном раме, лицо ему просвещается ангельским светом, ангельским сиямом, то есть Господь показал на него свою благодать. И вот здесь справа отставских глаз икона преображения. Вместе с иконой спасителя, как обычно положено, анастасия, да, здесь икона преображения, потому что это главный практик мастеряк. А слева иконка шторещина. Здесь икона написана в скобочке мастеряк для пословения Анастасия. Вот в этом храме единственная страница с внутренним глазом с 19-го века, потому что времена Лангия здесь тот же день приезда, поэтому разрушена, сохранились эти роспеси. Роспеси, конечно, посвящены Дворождеству. Здесь есть два предназначения, вот, и пророчества это прозаведное, вот это лестница Целапова, патриарх, сверщий, и видящий лестница в небесе, которые исходили, исходили в Ангелы. Толгость посвятил Дворождеству, потому что через нее Господь сошел к нам, воплотившись, и ею же ее молитву мы с вами посвятим Симонима.